ребята всем привет вы на канале мульчат эксперт с вами антон хатунцев сегодняшнем выпуске вы увидите обзор на новую газель next которая появилась в нашем семействе в нашем штате я расскажу как она себя ведет на пробеге 10000 километров расскажу о характеристиках этого автомобиля расскажу для чего она приобреталась и мы позвоним моему другу у него такая же машина с таким же двигателем пробег 30000 километров и узнаем у моего друга что меня ждет на пробеге 30000 километров какие есть плюсы какие есть минусы какие у этой машины выскочат болячки поехали я сейчас достал все документы на эту машину для вас я думаю я не буду скрывать эту машину приобретал в лизинг машина стоит 2 миллиона сто семьдесят две тысячи с ндс значит это начальная цена сколько нужно денег чтобы купить эту машину мне понадобилось сто восемь тысяч шестьсот рублей с ндс это значит первоначальный взнос машина приобретается на три года сколько машина вы выйдет в деньгах на выходе через три года два миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста восемьдесят девять рублей здесь не учтены расходы на страховку каска которую нужно будет каждый год делать здесь не учтены расходы на обслуживание этой машины значит первый платеж у нас первоначальный взнос сто восемь тысяч шестьсот рублей второй платеж у нас восемьдесят три тысячи шестьсот девять рублей и далее ежемесячно семьдесят пять тысяч восемьсот восемьсот рублей так что если кто-то покупает такую машину ну примерно вы можете сейчас на листик себе накидать и вы поймете сколько вам нужно будет ежемесячно ежемесячно платить эта машина она покупалась не напрямую у завода она покупалась у компании о вираж компания о вираж находится в нижнем новгороде она занимается тем что покупает базу то бишь шоссе автомобиля на заводе и дальше под ваш заказ она эту машину укомплектовывает то есть допустим там хотите дополнительно печку вебаста хотите автомагнитолу хотите сигнализацию с обратной связью и автозапуском хотите удлиненный кузов широкий высокий с металлическими дверями с деревянными дверями хотите чтобы у вас пол был из не из доски а допустим из ойсби плиты хотите чтобы у вас крючки были специальные крепежные то есть это все можно было попросить в этой компании о вираж они укомплектуют автомобиль газ а 22 r32 грузовой автомобиль с бортовой платформой перевозит до полутора тонн груза кузове и 6 плюс 1 человек в салоне год выпуска 2021 двигатель новый турбодизель каменс и сф евро 5 рабочий объем двигателя составляет 2 и 8 литра мощность двигателя 149,6 лошадиных сил максимальный крутящий момент 330 ньютона метра контрольный расход топлива 8 с половиной литра это у нас трасса 10 и 3 литра это город на 100 километров при скоростях 60 и 80 километров в час соответственно так коробка перемены передачи пятиступенчатая гидроусилитель руля свечи накаливания круиз-контроль центральный замок электростеклоподъемники подогрев наружник ну скорее всего зеркал предпусковой подогреватель джойстик кпп автомобиль грузовой с сдвоенной кабиной трехдверная с бортовой европлатформы кузов у нас сварной каркас из профильной трубы 40 на 60 съемные борта фанера пол выполнен из бакелитовой фанеры 18 миллиметров под фургоном по всей длине цельный швеллер двухслойный толстый тент черный ворота черные импортная фурнитура со встроенными замками габаритные размеры платформы длина длина кузова имеется ввиду 420 ширина 220 высота 235 боковая штора на роликах она открывается то есть это я заказывал специально съемная стойка на роликах такелажные кольца в полу 8 штук дополнительно за что пришлось еще доплатить комплектация про подогрев наружных зеркал с электрорегулировкой 21 автомагнитола mp3 usb мультируль водительское сидение с подлокотником и подогревом противотуманные фары коврики в салон в подарок это значит идет спойлер короткий приобретался автосигнализация с автозапуском и turbo таймером бампер и зеркала в цвет кузова белые то есть бампер зеркала это отдельно мне красили боковая шторка как она открывается расчехляется боковая лента раскрывается тросик и шторка как на роликах как у дома у вас шторы она открывается тем самым можно осуществлять боковую погрузку двигаемся дальше в кузов перед тем как откроем дверь и покажу вам такие фишки которые я обнаружил недавно значит кузов закрывается на замочке чтобы открыть дверь нажимаем клавишу открываем дверь тросиком подчихляем есть ручка удобная значит 8 у нас крепежных колец если что-то погрузили очень удобно можно увязать борта это мы уже делали сами уэсби плита фанера вернее не уэсби плита а фанера то есть если нам надо будет открывать боковую шторку мы будем полностью демонтировать эту плиту в данном случае сейчас мы не пользуемся борта значит обшили фанерой для того чтобы была хорошая упругость и мы не повредили тент машина трехдверная водительская пассажирская и для задних пассажиров очень удобно на задних пассажиров место рассчитано немного но вмещаемся и по месту не для дальних поездок для для местных поездок очень удобно для задних пассажиров имеется люк вентиляция задняя спинка откидывается вперед на ней можно расположиться одному человеку и допустим если в дальней поездке можно на ней спать имеется дополнительная печь которая предназначена для отопления зимой находится она под пассажирским сиденьем спереди снизу в салоне очень много кармашков как у toyota toyota avensis и разные модификации toyota я toyota называю бардачковая тачка то есть одни бардачки 1 бардачок 2 бардачок 3 бардачок 4 бардачок 5 бардачок не подстаканники а такие маленькие значит под бардачки здесь бардачок там бардачок тут бардачок у водителя тоже бардачок рычаг переключения коробки перемены передач сейчас он в виде джойстика как на импортных машинах очень удобно значит что еще у нас магнитола для магнитола есть usb вход можно вставить флешку значит вот этот датчик у нас подогрев двигателя мультируль круиз-контроль система автозапуска с обратной связи сигнализация у водителя подлокотник подогрев водительского сидения ну что еще всякие системы анти занос abs откроем капот подкапотное пространство удобно и можно значит не как в машинах когда все сжато и неудобно залезть что-то подкрутить под натянуть ну так как автомобиль новый я думаю нам не придется что-то там подкручивать делать пусть это делает официальный дилер по гарантии если что-то с нами случится по двигателю пока ребят сказать ничего не могу единственное что слышал самый читал по отзывам о том что камин с надежные двигателя производится сейчас они как я понимаю в китае по лицензии американской на 10 тысячах километрах пробега вот сейчас данный момент нареканий по этой машине нет машина используется значит рабочей бригадой для чего машина покупалась машина покупалась изначально для выполнения контракта мы сейчас выполняем работу на лебединском горно-богатильном комбинате в городе губкин для этих работ понадобилась машина которая сможет перемещать по объекту пассажиров работников и перевозить строительные материалы из которых мы потом делали заборы значит помимо заборов мы красили стены нужно было краску перевозить грунтовку фасадную краску нужно было перевозить воду большую емкость на тысячу литров генератор керхер значит аппарат высокого давления для того чтобы стены отмывать нужно было перевозить помимо всего это мусор который остается после выполнения этих работ и газель это такой знаете оптимальный вариант я посмотрел из того что есть в наличии на российском рынке машине сейчас четыре месяца и четыре месяца назад импортное что-то значит рассматривал варианты были ну дорогие то есть это уже этом 4 миллиона 5 миллионов и из наличия то есть из наличия вот попалась что тут есть машина мы готовы вам ее укомплектовать и отдать все легко получилось быстро слаженно машину забрали она пошла в работу я понимаю что мой проект по благоустройству лебединского гока скоро закончится и я понимаю что эта машина пригодится мне в перспективу для обслуживания нашей техники наша техника ломается не секрет нужно будет возить запчасти нужно будет выезжать ремонтной бригаде механиков по россии так как мы разброс на по всей россии ну помимо ремонтов я думаю еще на этой машине будут ездить бригада пильщиков допустим работать в режиме города благоустройства опиловка деревьев кранирование деревьев то есть можно возить будут инструменты бензопилы значит ну всякое разное оборудование также будет автономно уже как бы ребята будут перемещаться по городу и как бы это очень удобно для чего я делал боковую загрузку заказывал боковая загрузка очень удобно для малярных работ допустим открываем шторку ставим емкость на 1000 литров и как бы удобно будет сбоку если отмывают фасад здания допустим до шланги чтобы подавать потом погрузка удобно и если нужно что-то погрузить допустим карой подъемником боковую шторку открыли и кары аккуратненько поставили по этой машине я думаю мне можно будет снять отзыв в перспективу в будущем о том как уже она себя проявила какие появились болячки но на данном этапе я думаю можно позвонить моему другу и он расскажет у него такая же машина такое шоссе дизельный двигатель и он расскажет о том как себя повела и показала машина на пробеге 30000 километров я думаю что это будет для меня познавательно я узнаю что меня ждет перспективу а может быть со мной и что-то вернее с моей машиной ну будет как-то все по-другому поведет себя привет значит смотри звоню тебе по такому вопросу у тебя газель next дизельный двигатель пробег 30000 километров от нас чтобы разговаривали расскажи какие могут ждать меня болячки с такой же машиной на что обратить внимание что может быть я уже ломалась как у тебя с обслуживанием дела обстоят какой интервал обслуживания так ну вкратце такого страшного ничего не было чтобы можно было прям машину не выпустить так сказать в работу самый страшный момент это вот сальник редуктора этого моста начал немножечко потеть соответственно потек с преследующим то обещали нам его поменять как бы гарантийный случай соответственно по обслуживанию проводим и сервисное обслуживание то есть заменяем фильтра масла на 10000 то есть по крайней мере вот третий раз будем менять соответственно что хотелось бы сказать резина еще конечно вызывает сомнения качества ну это как бы не новость многие кто эксплуатирует данный автомобиль они об этом давно говорят и видит это завода уже идет резина не очень да такая хорошая а какие грузы ты возишь на своей машине сильно нагружаешь все пределах разумного тонна полторы ну две это максимум расстояние небольшим не дальнобойщик поэтому очень очень щадящая эксплуатация автомобиля а как себя машина проявила зимой проблем никаких она не вызывала сразу по мне купили 6 баллонов зимних специально для нее сипованные то что баллона да шипованных не то что баллона шесть колеса сразу купили всегда аккумулятор все в порядке мы единственное прогревание то есть уделять время хороших хорошо прогревать и при первом так сказать первый там километр там два желательно потихонечку чтобы разогреть масло в редукторах коробки а в двигатель какое масло заливается официалы мне говорили что было залито лукойл дизельная полусинтетика вот но есть аналоги более дорогие которые можно как бы официалы тоже могут заливать все зависит соответственно твоего желания чтобы еще хотел бы сказать касаемо вот прошивка здесь есть момент который всю прелесть этого мотора каменса да китайского вроде как бы дизеля не можем его как бы вкусить все прелесть этого мотора потому что там нужно удалять клапан игр насколько мне известно и делать прошивку новую данный мотор моторчик неплохой мотор при должном обслуживании примеры есть живые по 400 500 тысяч километров как бы ездят оригинальные расходники регулярное обслуживание то есть не то что там через 20 тысяч а вот именно чтобы хотя бы 10 9 как минимум машина заниматься а по ходовке все в порядке ресторы амортизаторы потому что у нас 520 евро евро фургон как то есть тебе усиливали не там где-то и и покупала уже сами доделали официалов конечно у нас все официально то есть потому что был у нас вопрос не будет ли это как бы потеря гарантии если мы там подкинем пару листиков ресор соответственно если типа у нас поставите все будет четко ставьте пожалуйста вот вы покинули по два листика потому что низковато на у нас ясно а по расходу топлива как она себя показала заявлено восемь с половиной литров на сто километров трасса 10 там и 6 10 и 3 по моему город это как заявлено а в итоге эти 13 13 литров среднем показывает расход и он соответствует портовому этому расходомеру компьютеру и вот по факту есть промеряли пока 13 литров но он уменьшается расход если убираешь этот егр клапан насколько мне вот ребята газелисты рассказывали что прошивка меняется и кудри расход немножечко падает но не но не там не в разы конечно там литр полтора-два можно еще будет экономить но никак не не 9 не 10 13 литров это вот средний расход я тебя понял то именно адекватный расход как бы как он и есть реальный расход с прогревами сейчас зима чем более начнется это еще конечно побудки вот на стройку нам делали фургончик это делал автомаш у нас такой есть конечно качество оставляет желать лучшего потому что ну это не относится непосредственно к шасси самого автомобиля газель next это уже надстройка конечно сейчас бы немножечко по-другому я себе сделал бы а что не устраивает фурнитура не устраивает во-первых бы сделал бы скатную кровлю скатный верх то есть не просто плоский верх который открывается верхняя загрузка не открывается ролики все это как положено но сделал бы обязательно скатный то есть антилет есть такая функция у производителей который о которой я просто и не знал это упущение менеджера который не предложил такую функцию просто зимой в перепадах температур до тепло мороз снег и так далее очень много льда на крыше это опасно не том плане что мне в принципе порядочному водителю это является проблемой нужно почистить снег с крыши чтобы выезжать потому что представь же лыба льда упадет кому-нибудь попутному или встречному автомобилю при движении поэтому вот этот момент немножко упустил я надо было делать скатную кровлю в две стороны то есть не кровлю а скатной ясно домиком 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 да 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 который не дает собираться воде и замерзать соответственно ну и конечно бы больше петель бы сделал бы больше токелажных бакалет а сколько у тебя колец в машине стоит да не было ни одной мы сами их поставили вот дополнительно сразу поставил бы конечно завода побольше сколько вот мы восемь колец восемь поставили вот отлично это я считаю ну четыре с одной стороны четыре с другой правильно ну вот у нас также состоит в принципе антикоррозийная обработка металлоконструкция этого кургона вообще практически там по ржавой профтрубе помазали краской все все коррозия проявилась а подкрылки стояли у тебя завода подкрылок не было но могу сказать что как бы газы с газелями часто приходится по работе сталкиваться вот они они принципе качество лакокрасочного покрытия именно кабины кузова самого непосредственно кабины оно неплохое там пластиковые крылья соответственно металл окрашен неплохо я могу сказать вот в нашем регионе быстро они не ржавеют по крайней мере 5-6 лет таких прям рыжих газели я еще сильно своих знакомых я не видел может быть москва там где реагентов реагенты более дикие там может быть это быстрее проявляется но здесь как бы они не сильно ржавеют рама конечно ржавеет она слабенькая а есть у тебя кто-нибудь из твоего окружения из твоих друзей у кого данная модель газель next более такой уже большой пробег и может быть кто-то с тобой делился какие болячки у них выскакивали на автомобилях все ломается все подвержено как бы ремонту но в основном это люди которые самостоятельно рулем то есть то нет наемных работников на этих автомобилях они за этим всем как бы следят за автомобилями за своими очень достойно и имея от других водителей информацию что ломается чаще всего они соответственно уже к этому готовы ну как правило это качественно оригинальные расходники для мотора топливная система тоже оригинальные фильтра это заправка на нормальных заправках дизельным топливом не из бака трактора там соответственно какая-нибудь целая солярка поэтому у таких ребят ну расходники ходовка но все ломается все имеет свойство по пробегу то есть еще имеет свой ресурс по крайней мере рамы целые перегруза не делают рамы целые моторы целые коробки коробки еще передач часто соответственно как бы ремонту подлежат у нас уже мастера умеет их ремонтировать запчасти всегда в наличии при определенном пробеге как бы выходит часто коробка из строя коробка передача о каком пробеге идет речь около 100 тысяч километров это точно бывает что ремонтируют коробки грубо говоря на тысячу также есть ребята также перегружают по две с половиной по три тонны возят там конечно это быстрее коробка устанет вот рамы рамы по крайней мере целы рамы так не ломаются как раньше в предыдущих моделях но это не говорит о том что можно по 5 тонн возить все зависит от наездника кто за рулем как ее обслуживают не относятся автомобиль в принципе самое дорогое что в нем есть я считаю что это рама и двигатель как бы да ну которая самое основное вот главное следить хорошо за мотором обслуживать не жалеть деньги на оригинальные расходники ну и касаемо остальных узловых агрегатов то есть смотреть уровень жидкости там в редукторе в коробке смысле масло там и так далее неплохой автомобиль антон наших реалиях я считаю достойный автомобиль ну нужно смотреть за ним отечественный автопром к примеру тебе скажу буквально вчера получил информацию от товарища своего ford ford транзит абсолютно полтора года автомобиля 30 тысяч пробега умер мотор стоит форт центре в белгороде на ремонте 220 тысяч рублей стоимость ремонта мотора антон представляет представляю да вот как можно сейчас быть уверенным в какой-либо марки в каком-либо бренде рулетка ну как-то так спасибо серьезно позвони сразу все пока ребят на этом выпуск заканчивается я предлагаю значит поставить уведомление подписаться поставить лайк вверх зарепостить соцсети и следить за жизнью этой газели я создам отдельный плейлист не знаю как его назову но в этом плейлисте будет конкретно жизнь этой газели 10 тысяч километров и поедем дальше какие будут поломки какие будут нюансы плюс и минусы и до момента продажи этой машины вы будете за ней следить подписываемся на канал рекомендуем канал друзьям товарищам до новых встреч